В эфире итоговый выпуск Массмедиа Камчатка. Смотрите сегодня. Мужчина, истязавший пасынков, получил срок в колонии на полуострове. Крик души от камчатской пенсионерки прилетел в редакцию Массмедиа. Очередная партия нелегальных мигрантов покинула Камчатку. Подробности далее. Мужчина, истязавший пасынков, получил срок в колонии. Обвинительный приговор против 44-летнего жителя Петропавловска вынес суд в столице Камчатки. Как было установлено, подозреваемый сожитель матери двух мальчиков 9 и 10 лет в период с июня по сентябрь 2023 года систематически бил детей, лишал их полноценного питания и сна в кровати. При этом он использовал плетку, кожаный ремень, электрический шокер, заставлял детей выполнять физические упражнения, такие как приседания, отжимания, качания пресса в количестве доходивших до 150 раз, что явно превышало физические возможности детей. Кроме этого, подсудимый отправлял детей нести караул, как он это называл, давал им в руки игрушечный автомат и заставлял стоять в коридоре по несколько часов, не давая возможности принять пищу или сходить в туалет. Мужчина – военный пенсионер. Свои действия он объяснил желанием привить детям в дисциплину, развить их физически и воспитать из них настоящих мужчин. При этом он признал, что немного перестарался. Мать подобные методы воспитания своих сыновей поддерживала. После того, как в происходящем узнала бабушка мальчиков, она сообщила в правоохранительные органы, и дети были изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение. По итогам проведенных экспертиз, было установлено, что мальчики находились в неудовлетворительном психоэмоциональном состоянии, были напуганы, в течение длительного времени испытывали физические и нравственные страдания. Мужчина свою вину признал частично, в содеянном раскаялся. С учетом позиции гособвинений и собранных по делу доказательств, мужчина получил четыре года в колонии общего режима. Лекарств нет, но вы держитесь. Крик души от камчатской пенсионерки прилетел в редакцию масс-медиа. Лариса Попридухина рассказала, что с 25 января ей не выдают льготные препараты, которые необходимы для диабетиков. У меня сахарный диабет в течение 28 лет. Я должна получить препараты при сахарной диабете. Половину лекарства мне выдали, но большую часть, 25 января, мне не выдали. Это называется тест-полоски мои и лекарства аморил. Я их не могу получить. Все решали этот вопрос. Я обращалась к замглавврачу, который занимается лекарствами. Бубаек, ее фамилия. Сказала, я решу-решу. Потом она заболела. Потом меня положили экстренно в стационар, в эндокринологию, потому что у меня поднимался сахар. Спасибо, девочки, меня спасли. Отделение очень хорошее. Потом я выпил, думаю, решится мой вопрос. Но нет, она заболела. Потом я опять прихожу, ее нету. И это каждые три недели я хожу. Вчера я пошла опять на прием. Я говорю, дайте мне хотя бы аналоги. Она ей говорит, у нас и аналогов нет. Я говорю, а почему? Мы должны страдать. И тест-полосок нет, которые я должна мерить три раза в день. Нету их. С января Лариса Владимировна вынуждена покупать лекарства на пенсию. В месяц выходит 4000 рублей. 1400 тест-полоски и аналог моего препарата 500 рублей. Пусть 2000. Но извините, я пенсионерка. Почему я должна тратить деньги? Я написала с утра Солодову. Я позвонила министерству. Ни один телефон добавочный не работает. Я написала на сайт. Никаких не ответов. У меня целая куча писем, ответов. Что решился вопрос, но ничего он не решился. Мы страдаем. Я не знаю, что дальше делать. А министерство здравоохранения. Сегодня ни один телефон не ответил. Было ровно на телефоне у меня. 15 раз я звонила. Позвонила в приемную, объяснила ситуацию. Оставила свой контактный телефон. Но мне никто не перезвонил. Пенсионерка прикреплена к первой поликлинике Петропавловска. По ее словам, в прошлом году перебоев с выдачей лекарств не было. Ужасно. У нас получается сейчас в городе беспредел. Получается, что министерство свою работу вообще никак не делает. И не собирается даже делать. Они даже не хотят отвечать на наши телефоны. И обещают, вот сегодня, завтра, подождите. Вы мне дали ответ, что прошло торги, что лекарства будут бесперебойного. Да его нет лекарства. Запрос в Краевое министерство здравоохранения мы уже направили. Следим за развитием ситуации. Шесть человек в наручниках и сотрудники Федеральной службы судебных приставов поднялись накануне на борт самолета. Очередная партия нелегальных мигрантов покинула полуостров. Приставы сопроводили их до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в Москве. Как рассказали в службе приставов, за нарушение миграционного законодательства в прошлом году Камчатку покинули 159 человек. Это граждане Узбекистана, Киргизстана, Азербайджана, Таджикистана, Белоруссии, Германии и Китая. Все они вернулись на родину. В этом году за пределы страны с территории полуострова уже выдворили 48 человек. По законодательству Российской Федерации в течение пяти лет въезд в Россию им будет запрещен. Может лишиться свободы на срок до шести лет. Серийного вора поймали в Петропавловске. 36-летний мужчина обворовывал квартиры. Как рассказали в полиции, он искал ключи в почтовых ящиках. И несколько раз воришке повезло. Сначала он украл бытовую технику в одной из квартир на улице Тушканово. Ущерб от действий злоумышленника составил 10 тысяч рублей. В апреле 2024 года злоумышленник таким же способом проник в две квартиры домов по улице Бахняка. Из одной похитил ноутбук стоимостью более 116 тысяч рублей. Из другой также ноутбук, несколько смартфонов общей стоимостью 37 тысяч рублей. И денежные средства в сумме 5 тысяч рублей. Еще одну кражу в том же месяце он совершил из квартиры дома по улице Тушканово. Похитив бытовую технику. Ущерб от действий злоумышленника составил 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под арестом. Прокуратура не оценила состояние дорог Петропавловска. Сотрудники ведомства совместно с инспекторами городской ГИБДД проверили дороги столицы Камчатки. Как рассказали в прокуратуре города, в соответствии с нормативными требованиями, прокрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов и иных повреждений. При обследовании федеральной трассы А-401 Мурпорт-Аэропорт в пределах Петропавловска-Камчатского городского округа, а также дорог Краевого центра, выявлено многочисленные нарушения установленных стандартов асфальтобетонного покрытия. В городской прокуратуре, руководителе межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России, Федерального дорожного агентства и службе автомобильных дорог в целях исправления ситуации внесены акты прокурорского реагирования. Устранение нарушений контролируется прокуратурой города. Тем временем в эфире радио Камчатка старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Петропавловску Сергей Апанасюк рассказал, что делать, если разбил авто в яме на дороге. У него случилось повреждение, то есть имущество его повреждено, то есть это ДТП уже все. И можно, конечно, оформить это ДТП как правильно, то есть позвонить дежурную часть госавтоинспекции и заявить о своей ситуации, и сотрудники госавтоинспекции уже будут принимать меры к этой, ну и приедут, будут оформлять, либо будут указывать вам, что делать конкретно на этом месте. Ну, сотрудник полиции дежурной части это будет указывать, ну и нужно просто требование выполнять его. Главное, что нужно запомнить, нельзя покидать место ДТП, где вы повредили свой автомобиль по причине плохого состояния дороги. Нужно оставаться на месте, вызывать инспекторов ГИБДД, которые фиксируют все это дело. И потом можно идти в суд и взыскивать ущерб с владельца дороги. Я все верно говорю? Да, вы верно сказали, но получается, здесь, конечно, каждый так не будет в любом случае делать. Потому что не знают. Да, те, кто не знают, так и не делают, да. И не у каждого время, например, есть, то есть если кто-то там колесо да повредил какой-то резин, то есть если у него там средства как-то позволяют, он, конечно, не станет это делать, не станет оформлять ДТП, это время он больше потеряет, то есть у него больше каких-то проблем вот этих вот с судом, с юристами, вот это образуется. Но те, кто, да, это знают, и те, кто есть возможность, рекомендуется это делать, да, конечно, оформлять ДТП и, ну, возмещать ущерб, который был им причинен. Если же нет времени ждать сотрудников ГИБДД, есть другой выход. Необходимо, да, выйти из транспортного средства, увидеть, что случилось ДТП, да, зафотографировать, зафиксировать с нескольких сторон и позвонить обязательно в дежурную часть госавтоинспекции. Все, они вам дежурный или помощник дежурного объяснят, что делать. Я думаю, что, чтобы не создавать затор, сотрудник, скорее всего, вам скажет, отодвиньте транспортное средство, где-то рядом поставьте, чтобы не закрывать проезд, но фотографии сделайте. Все, вот это нужно, необходимо сделать. И дальше уже сотрудник приедет, он уже будет видеть фиксацию на фотоаппарат, да, и зафиксирует эту яму, как все, какая там размеры, что там это, то есть все задокументирует. Ну, лучше позвонить в дежурную часть и сказать, дежурный уже вам сам объяснит, как убрать машину или не убирать, то есть лучше указанием дежурного следовать. Напомним, телефон дежурной части ГИБДД по Петропавловску 8-415-2-46-92-02. Иностранцам запретили работать в такси на Камчатке. Такое решение принял губернатор края Владимир Солодов. Новый запрет вступит в силу к концу весны этого года и будет распространяться на иностранцев, которые работают в регионе по патентам. Хочу напомнить, что у нас в Камчатском крае действуют соответствующие ограничения на работу иностранных граждан на основе патента в целом ряде видов экономической деятельности. Их 15 утверждено, которые включают такие направления, как образование, туризм, предоставление продуктов питания и напитков, включая работу официантам и барменам, сбор отходов, жилищно-коммунальное хозяйство, производство безалкогольных и алкогольных напитков, детского питания, ну и целый ряд других. В то же время, как я уже сказал, требуется, с учетом текущей ситуации, ужесточение этих мер. По словам губернатора, зачастую незаконные мигранты, которые совершают различные преступления на территории края, заняты в такси. Поэтому предпринятые меры должны сделать перевозки более безопасными. Проект постановления губернатора подготовлен, сейчас проходит процедура оценки регулирующего воздействия и до конца мая будет принят, будет утвержден. Соответствующее решение зафиксировано и хочу тоже сегодня обозначить это направление работы. Запреты на работу иностранных граждан по патентам вводятся на территории края ежегодно с 2018 года. Во второй части выпуска Массмедиа Камчатка смотрите. Без лекарства стали жители Усть-Большерецкого района полуострова. Вопиющим назвал Константин Брызгин случай несанкционированного сбора и вывоза снега. Первая игра-пополняйка прошла в рамках утреннего Евражки-шоу на радио Камчатка. Подробности далее. Здравствуйте. Вот мне нужны на данный момент желудочные препараты, такие как фистал, панкреатин, ферменты. Подскажите, есть что-то такое? Сколько мизин? А когда появится? Пока неизвестно. Нельзя купить желудочные и сердечные препараты. Заканчиваются жаропонижающие, обезболивающие и противовирусные. Без лекарства стали жители Усть-Большерецкого района Камчатки. Почти 6 тысяч человек из 4 населенных пунктов отдаленного района полуострова не знают, чем лечиться. В единственной аптеке района не хватает даже таблеток от кашля, боли в горле и капель в нос. Еще хуже обстоят дела с льготными лекарствами. Люди с диабетом после инсультов и инфарктов не могут получить жизненно важные препараты. В аптеке в ожидании бесплатных лекарств находится около 200 льготных рецептов. Жители района беспокоятся, что ситуация может усугубиться с началом путины, когда в поселке завезут работников и нагрузка на аптеку значительно возрастет. Люди жалуются в Народный фронт. Организация, в свою очередь, обратилась в Краевую прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Собрались с близлежащего поля и привезли сдавать на спецполигон. Вопиющим назвал мэр Петропавловска Константин Брызгин случай несанкционированного сбора и вывоза снега. Был выявлен случай загрузки снега не с участка, который вверен подрядчику. Конечно, случай вопиющий, ошибка механизаторов. Оперативно отреагировала и служба автомобильных дорог. Спасибо, и отреагировали жители. Обратились напрямую в администрацию. Поэтому, безусловно, тот снег, который был доставлен на полигон не с участка, который обязан обслуживать подрядчик, не будет учтен ему в зачет. Ежемесячно у нас принимаются отчеты. Отчет за апрель будет скорректирован. Можно сказать, что подарили они родному городу вот эти объемы, которые вывезли не с обслуживаемого участка. Представитель подрядчика, замгенерального директора компании ООО «Айсберг» Сергей Булыгин уверяет, что это техническая ошибка. Отправили механизатора на один объект. Он перепутал, приехал сюда. Ну и, соответственно, здесь произошел вывоз, о чем письмо мы написали, что техническая ошибка в МКУ-сад. И объемы эти, конечно же, учитывать не будем. Потому что так получилось, человеческий фактор. Разъяснительная беседа была со всеми механизаторами, что возим только со своих объектов. Но просто тот человек, который здесь работал, он просто не знал, что это не наш объект. Он в компании новый человек. У нас один контракт на содержание. И туда включаются микрорайоны Чапаевский, МТФ, Тундрово. Вот, в частности, ему была поставлена задача вывозить с МТФ снег. Вот, снег. Ну, вот он перепутал. Константин Брызгин добавил, что подобные случаи не повторятся, так как за подрядчиками усилили контроль. Напомним, в связи с началом работы специализированного полигона изменился порядок приема снега. Если раньше учет велся на нескольких снегосвалках, то сейчас это контролирует подрядчик, приемщик снега. Есть весовая, есть контроль прохождения транспортных средств, отражения по госномерам, по карточкам, которые выдаются службой автомобильных дорог, возится снег с уличной дорожной сети. То есть, эти все самосвалы, которые сюда поступают, они пронумерованы. Анализируются транспортные плечи движения, передвижения самосвалов, то есть, и цикл, собственно, движения. Потом это сопоставляется по журналам производства работ, которые ведут мастера каждого подрядчика. Проводится по итогу месяца анализ поступающих сведений. В принципе, по тем моментам, по которым есть вопросы у заказчика, они выясняются, сопоставляются с заданием, которое подрядчикам выдаются. И уже по итогу приемки осуществляется подписание актов выполненных работ с теми объемами, которые подтверждены полигоном. К следующей зиме в городской мэрии планируют ввести ряд изменений, чтобы улучшить процесс сбора и вывоза снега в Петропавловске. Первая игра «Пополняйка» прошла в рамках утреннего Евражки-шоу в пятницу на радио Камчатка. Ведущие запустили в телеграм-канале станции специальный бот, где подписчики могут зарегистрироваться для участия в играх. Евражки звонят в прямом эфире случайно выбранному из списка человеку. Радиослушатель, которому позвонили ведущие, получает 500 рублей на баланс мобильного. А если он выполняет задания от Евражек, то еще 500. В пятницу в пилотном выпуске приняла участие радиослушательница Ксения. Она успешно справилась с задачей и получила 1000 рублей на баланс своего телефона. Привет, Евражки! Спасибо за бодрое утро и подарок. Было очень приятно поучаствовать в конкурсе и быть вашим первенцем. Игра-пополняйка будет проходить каждый будний день в эфире утреннего Евражки-шоу. Ищите в телеграме канал Радио Камчатка, подписывайтесь на бот и ждите звонка от ведущих. Шоу выходит с понедельника по пятницу с 7 до 10 утра на 105,5 FM. Диплом первой степени – неожиданные гастроли и овации Большой Земли. Актеры Камчатского народного театра «Паллада» приняли участие во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов в Барнауле. На суд жюри они представили спектакль «Беспреданница». Среди 259 коллективов отобрали только 60 для участия в финальной части. И наш коллектив оказался в числе этих 60. Барнаул – это все-таки национальная премия «Культура». В этом году она проходила под девизом «Культура – это мы». Туда отобраться очень сложно, проблематично. Это вершина, национальный проект «Культура». Это вершина. Для нас это первая поездка за пределы Камчатского края и сразу удачная. Коллектив «Паллады» стал лауреатом первой степени. Бурные аплодисменты, признание зрителей и настоящий успех актеров. Отметим, что камчатские актеры были единственными представителями Дальнего Востока среди театральных коллективов. На репетицию нам выделили 15 минут. И за эти 15 минут мы тезисно просто сделали проходку. Так-то мы все прекрасно знаем, а с учетом того, что большая огромная сцена нами не изведана, то мы делали только проходку. Мы крайне выступали. И волнительно было просто смотреть, как коллеги по цеху, скажем так, выступали. Почему-то за них было волнительно. А когда уже вышли мы, уже просто по накатанной шли, как положено. И все. Просто уверены. Уверенности актерам прибавило и неожиданное выступление в Москве. Между рейсами из Петропавловска в Барнаул у актеров была пересадка в столице. И провести время они решили на сцене. У нас был трансфер, довольно 12 часов. Мы решили не бродить по Москве, а заняться работой. А именно, играли спектакль на московского зрителя, зрителя искушенного. Но не секрет, что в столице лучшие актеры, лучшие режиссеры страх присутствовал. Зачем скрывать? Он был. Как отреагируют, как на нас посмотрят. Ну и было понимание, как у наших камчатцев, у морпехов. Там, где мы, там победа. Поэтому шли вперед. Как результат, ребята сказали, это стоячие аплодисменты в финале спектакля. Выступал коллектив на сцене Академии имени Скрябина, которая в этом году отмечает 105-летие со дня основания. Предложение о выступлении актеры получили от депутата Московской думы Елены Николаевой. Столько эмоций, столько вообще впечатлений за буквально такой коротенький период, но как будто прошла неделя даже. Было на самом деле очень тяжело. Физически просто. Глаза закрывались и еле как открывались, потому что двое суток действительно без сна, и там где-то урывочками ты ловила минутки, когда можно было прикрыть глаза, и надо было дальше бежать в другое место. Поэтому физически было действительно тяжело. Но когда выходишь на сцену, как будто это просто вот так вот все забывается. Адреналин приходит. Я не знаю, это какой-то новый... Восстанавливается все, и ты выходишь и уже просто работаешь. И после уже, когда ты отыграла спектакль, или даже вот мы играли четвертое действие, все равно, все, выдох, и опять переходит это состояние, уже хочется обратно спать. Поэтому было тяжело, но мы справились. Поздравляем коллектив Народного театра «Паллады» с успешными гастролями. Желаем творческих успехов, интересных постановок и ярких премьер. Теплый апрель и довольно прохладный май. Синоптики рассказали, чего нам ждать от камчатской весны. Прошедшие апрельские выходные в краевой столице выдались на редкость сухими, безветренными и солнечными. Многие жители гостя Петропавловского в эти дни сменили зимние куртки на весеннюю верхнюю одежду, сняли шапки и теплые ботинки. В редакцию Массмедиа подписчики присылали сообщения с вопросом, насколько типично для Камчатки столь теплая погода в середине апреля. Как рассказали нашему корреспонденту в Камчат-Гидромете, второй месяц весны выдался на полуострове хорошим и обещает и дальше таким оставаться. Снег активно тает, средняя температура воздуха сохраняется на плюсовой отметке. В начале и в конце первой декады апреля атмосферные вихри с южных широт смещались на север Берингового моря через территорию Камчатки и приносили с собой теплые, насыщенные морской влагой, воздушной массой. На полуострове царило теплое с обильными осадками погода. Фон температуры, большинство районов края, превысил климатическую норму на 2-5 градусов. В отдельные дни на юго-востоке, в центральной части полуострова и в Тегильском районе воздух прогревался до 7-12 градусов. В итоге в краевом центре, местами в Елизовском и Мильковском районах, среднедекадная температура воздуха уже была положительной. На фоне теплой погоды снежный покров интенсивно таял и оседал. В большинстве районов края высота снежного покрова оказалась на 10-50 сантиметров ниже обычного. А в окрестностях Елизова отмечено разрушение устойчивого снежного покрова. Что касается вопроса насчет того, насколько типичен такой теплый апрель для Камчатки, то, по словам синоптиков, история знает факты и большего значения на термометрах. Но в целом, сейчас температура на улице выше, чем обычно в апреле. Максимальная температура по городу самая вот большая это была 12 апреля 8,1. Это максимальное значение апрельское максимальной температуры. По прогнозу, составленному в гидрометцентре России в апреле в большинстве районов края ожидается повышенный фон температуры, как он и у нас есть. Рассадков ожидается в пределах средних многолетних. В апреле они давали выше нормы, температуру все и продолжает, получается. Это у нас первая декада прошла, сейчас вторая, третья. То есть апрель это у нас теплый, также, без таких вот осадков. Кстати, абсолютный температурный максимум в апреле на Камчатке был зафиксирован в 1982 году. Тогда столбик термометра показывал почти 19 градусов со знаком плюс. Рассказали в гидромете и о прогнозах синоптиков на третий месяц весны. Май камчатцев не сильно порадует. Температура ожидается в пределах среднемесячных значений. это 4,8 градусов и немного ниже.